Всем привет! Я хочу показать рецепт, который я нашла достаточно давно на фейсбуке. Это суп с нухом и цвеклой. Меня настолько удивило сочетание и способ приготовления, что я решилась на готовку. И потом этот суп стал одним из любимейших в моей семье. Итак, что нам потребуется? Мясо, колбаски, нух. У меня консервированный нух. Помидоры, перец сладкий, перец горький, картофель, лук, морковь, свекла, сельдерей и приправы. Это паприка, кориандр и прованские травы. Итак, начинаем готовить. Первое, что мы делаем, ставим сковородку и включаем по максимуму, чтобы она нагрелась. Второе, мы начинаем резать мясо. Мясо я режу небольшими кусочками и мы их сначала обжарим на растительном масле. Чтобы сковородка нагрелась, мы добавляем туда чуть-чуть растительного масла и начинаем обжаривать мясо. Поджариваем до корочки. Теперь мы не мясо, перекладываем в кастрюлю и заливаем водой. Водой я пользуюсь такой, потому что там, где мы сейчас находимся, не очень хорошая вода. И поэтому пользуемся покупной. Так, вообще этот суп мне чем-то даже напомнил наш закарпатский бодрыч. Именно в Закарпатске, вот такой насыщенный вкус, такой он сытный зимний суп. Так, залили в воду и ставим на троечку и оставляем бориться где-то на полчаса. Стоп. Пока готовится бульон, мы подготовим все овощи. Надо натереть якунь. Я натираю на крупной сетке. Когда мясо сварилось, мы закладываем картофель. И вместе с картофелем я положу консервированный нух. Если у вас нух сухой, то тогда это другая история. Нух надо будет замочить на ночь. И после этого он закладывается вместе с мясом. И вместе с мясом проваривается минут сорок. И только после этого закладывается картофель. И закладываем нух. целую банку. Так. И начинаем делать сожарку или поджарку. Сковородку. Я сковородку не мыла после обжарки мяса. Потому что сначала мы чуть-чуть обжарим колбаски. Сейчас. Так. Теперь чуть-чуть обжарим колбаски. Они обжарятся и сразу их перекладываем в кастрюлю. Перекладываем в кастрюлю. И обжариваем традиционные овощи. Начнем с лука. Теперь добавляем морковь. в кастрюлю. Теперь мы добавляем два вида ферстов. и добавляем ферстов. И добавляем ферстов. И добавляем ферстов. Так. Проверим наш картофель. Сухи. Если он еще не совсем готов. О! Отлично! Добавляем ферстов. Добавляем ферстов. Сухи. ферстов. Чтобы буряк сохранил свой цвет. ферстов. Но я добавляю чуть-чуть пшикаю яблочную овощи. Так. В обжарку я добавляю кориандр и паприку. Поправлю. Так. Теперь открываю банку с помидорами. Это порезанные помидоры в собственном соку. Пользуюсь вот таким. Добавляю прямо всю банку. Добавляю. И чуть-чуть. 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 Буквально пять минут. И я пшикну яблочным уксусом. Вот здесь у меня яблочную уксус. Вот здесь у меня яблочную уксус. Проверяем готовность картофеля, добавляем нашу поджарку, все что есть, добавляется. Так, отлично. Солим, я солю вот так, и добавляю прованские травы. Теперь у нас суп покипит минут пять. И всё. Ну, вот суп готов. Приятного вам аппетита, смачного, як кажут у нас в Украине. Я жду от вас отзывов и жду рецептов, которые мы можем проверить. Насколько они рабочие, насколько вкусно получается. До побачения! Субтитры подогнал «Симон»